Добрый день, дорогие горожане! Снова, как всегда, по выходным в эфире национального телевидения программы «Горожане», которую с удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И я вот прямо здесь, на ваших глазах, на глазах уизумленных публику, телезрителей, закладываю традицию. Традицию спрашивать, требовать к ответу, настырно любопытничать и прочее у городских депутатов. И не секрет, что я проживаю в районе Сайсар. И отцом нашим, родимым депутатом Государственного собрания «Эль-Тумен» по Сайсарскому избирательному округу является Павел Ксенофонтов. И сегодня программа «Горожане» будет посвящена видению Павла Валерьяновича развития города, развития района, развития его избирательного округа в целом. И так, минуточку, вернее, целый час внимания. Павел Ксенофонтов в эфире программы «Горожане». Павел Валерьевич, когда я предложил возобновить, скажем так, наше сидение, стояние, неважно что, наткнулся на то, что на выражение хорошее. Ты говоришь, что ты депутат не только от Сайсарского физического округа, ты еще от виртуального такого некого интернет-сообщества тоже депутат. Ну, оставим это на вашей совести. По крайней мере, в комментариях под этим выражением люди говорили, ну, нормальный депутат, по крайней мере, он с народом. По крайней мере, на словах. И я согласен абсолютно, потому что такая степень открытости, такая степень обратной связи, это не каждому дано. Поздравляю вас с этим народным признанием, Павел Валерьевич. Спасибо. Да, мы бы хотели все-таки посвятить, ну, затравочный вопрос был такой, посвящен он одному из таких аспектов, достаточно сложных. Вся страна по вине депутата Бурматова, Государственной Думы, да, стонет от невыполнения поспешно принятого закона. Это затравочная наша тема и посвящена теме бродящих собак. Но еще раз, Павел Ксенофонтов любезно согласился обсудить также и другие вопросы городского развития. Ну, начнем, наверное, все-таки с собак, да? Давайте. Давайте начнем с собак, потому что Сайсар традиционно, это родина, ну, по крайней мере, процентов 50, наверное, бродячих собак. Малая родина, согласен с этим, да? Вот как нам быть, вот попытка товарища Данчиковой, да, нивелировать данный закон, она, ну, оказалась безуспешной. Что нужно предпринять, вот в тот раз, в тот раз я разговаривал с Феликсом Антоновым, руководителем административной комиссии города, да? И он сказал, что первый наш союзник в законодательном органе, это Павел Ксенофонтов. Вот давайте, ваше видение решения вопроса с бродящими собаками. Спасибо. Ну, прежде всего, приветствую горожан. Безусловно, бродячие собаки нас достают, и до этого закона доставали, да? Не решался вопрос. И с этим законом еще затруднился. На самом деле, сам закон, преамбула самого закона об ответственном обращении с животными и статьи, которые там указаны, они нормальные. То есть, они гуманные. Они требуют ответственного обращения с животными со всех сторон. И со стороны муниципальных властей, со стороны региональных властей, со стороны, прежде всего, самих жителей. Вот, а как это реализовывать, это уже вторая, как бы, да, сторона медали. Да, действительно, очень долгое время, вот этот закон, который был принят в декабре 2018 года, он такой был. Тихо, мирно, внезапно, закон был принят, практически без обсуждения с регионами, потому что понятно было, что регионы будут однозначно против. И если этот закон будет приниматься, регионы будут требовать финансирования со стороны федеральных органов власти. Соответственно, когда закон уже принялся, начал действовать с 2019 года, многие задали вопросом, а как же мы будем это все исполнять? Понятно, что бюджет регионов в тот момент и сейчас даже, да, не соответствует тому, чтобы полностью исполнять те требования, которые там в этом законе есть. Что это означает? Первое, это же, конечно же, требования к приютам. Это требования то, что мы не имеем права приводить к автоназии из-за того, что нету хозяина у этой собаки, да, и она, в принципе, какими-то не болеет, какими-то болезнями и так далее. Она, по сути, должна отпускаться на волю, и если даже она болеет, то мы должны ее содержать до естественной смерти в этих приютах. И геометрически, когда начали считать содержание всех этих статей, все поняли, что для создания такого полноценного приюта в условиях Крайнего Севера, это примерно надо там до 200 миллионов, чтобы приюты были, да, до 50 миллионов, чтобы это все содержать, там прочее, так далее, так далее. И произошел такой, скажем так, региональный коллапс, да, все поняли, что это нереально. Причем мультирегиональный. Да, мультирегиональный, да, такой коллапс, но федеральные органы власти, в том числе и Государственная Дума Российской Федерации, сказали следующее, ребята, закон принят, мы никаких вносить изменений пока не будем, мы будем смотреть, как это все будет реализовываться, и, соответственно, нам всем надо подтягиваться именно по работе с населением. То есть для того, чтобы у нас без надзорных собак было меньше, все-таки должна повышаться, соответственно, самих горожан, самих жителей населенных пунктов, чтобы каким-то образом на них тоже повлиять. Естественно, сначала было отторжение. В 2019 год у нас, скажем так, пропал в спорах, что закон плохой, что надо там деньги выделить огромные, там, на то, что, на то, третье, десятое. Но никаких, по сути, действий не было предпринято, по сути, по всем регионам. Затем, уже в 2019, уже к концу 2019 года все уже поняли, что да, действительно никаких изменений у нас не будет, надо каким-то образом уже и законодательно выходить на положение. В 2019 году мы создали межведомственную комиссию при участии правительства республики, при участии депутатов, городских, там, муниципальных образований и составили примерно, ну, грубо говоря, четыре момента, да. Это первый момент о том, чтобы обязательно чипирование, чтобы было, да, сейчас оно добровольное, но по нашему предложению мы считаем, что законом должно быть обязать жителей полностью чипировать своих животных, тем самым, чтобы мы понимали, сколько у нас все-таки животных, и, соответственно, если даже он попадает в приют, чтобы мы понимали, чья это собака, когда она привита, там, вакцинирована, там и так далее. Вот, а второй момент, это у нас требования к приютам, да, то есть так как мы живем на Крайнем Севере, мы считаем, что все-таки здесь наши животные более адаптированы к северным условиям, поэтому не стоит там для них создавать особые условия для того, чтобы они каким-то образом здесь проживали, в приютах, там и так далее, да, они могут и на улице жить, в принципе. Вот, и третий момент, это у нас дать регионам самим решать, на какой период им оставлять безнадзорных собак в приютах, то есть, грубо говоря, после стерилизации, вакцинации, там и так далее, после операции, естественно, 30 дней в приютах, далее 30 дней, пока новые хозяева не заберут, далее 30 дней для того, чтобы там еще понять, что с этой собакой делать, и далее уже регион сам должен решать, что делать с этой собакой, и я считаю, что наши предложения, они, в принципе, актуальны, и мы обязательно до конца года, скорее всего, рассмотрим это в парламенте и отправим ее в Государственную Думу. Это вот первый момент, законодательный момент. Второй момент, финансовая часть, да, естественно, мы, как народные депутаты от города, настаивали на том, чтобы увеличить финансирование для города Якутска по этому направлению. Мы это направление увеличили, норматив, который до этого был принят, 2,5 тысячи собак, увеличили до 4,5 тысячи, сейчас расчеты все переделаны, и, в принципе, сейчас, я считаю, что финансирование достаточно для того, чтобы начать уже какие-то уже реальные подвижки делать в этом направлении. Соответственно, администрации города Якутска было принято решение провести конкурс и отдать ППЖ общественникам, что и было сделано, а сейчас, на данный момент, по нашей информации, уже собирается создаться филиал, дополнительный приют для безнадзорных собак. И плюс ко всему, по решению главы города Якутска Григория Евгения, увеличено количество транспорта, который вылавливает собак, от двух до шести машин. То есть уже, по моей информации, выявлено более 700 собак, из них где-то порядка 150 – это хозяйские собаки, которые выгуливали сами, да, соответственно, как бы хозяева их забрали. Ну, то есть работа идет, конечно же, собаки, их меньше не становится, они мигрируют там по районам и так далее, заявки постоянно поступают, работа по вылавливанию идет, но, тем не менее, значит, здесь должна работа идти комплексно. То есть для того, чтобы их меньше стало, все-таки, как я уже говорил, ответственность горожан должна увеличиваться. И второй момент – это жилком сервис и, в принципе, Якутска сети, да, они должны, обязаны создать условия для того, чтобы все баки были закрыты, чтобы мы максимально уменьшили ореол обитания безнадзорных собак и уменьшили питательную среду собак, чтобы они размножались там и увеличивались. Вот такая сейчас стратегия идет. Я думаю, что в течение двух лет проблема собак по городу Якутска должна быть решена. Два года дает народный депутат Павел Ксенофонтов на решение собачьего вопроса. Между тем, вот в том, ремарочка, в том плане, что мы должны повысить ответственность, да, Феликс Александрович недаром сказал, что он в составе рабочей группы, в которую и вы входите, да, инициируете некий нормативный акт по административному, вернее, изменению административного кодекса по увеличению штрафа за так называемый самовыгул. Ну, не секрет, что вот те, которые в частных домах живут или там на дачных участках живут, они под предлогом, скажем так, самовыгула отпускают собак, которые, ну, следуя инстинктам, становятся одними из бродячих. Ну, конечно, хозяйские собаки, они более агрессивные, кстати. Ну, конечно, они привыкли охранять. Да, совершенно верно, да. И в этой части, вот какой размер штрафа вы все-таки как юриста, как законотворца предлагаете? Ну, я, во-первых, размер штрафа не буду сейчас говорить, да, потому что это прерогатива администрации города Ихудска, как она, они им виднее. Да, я в свое время приводил законодательную инициативу по штрафу 10 тысяч рублей при выгуле, не выгуле, а при выгуле скота, лошадей там и так далее, да, крупного, да. Соответственно, я единственный момент тогда не учел отделить сельские поселения от городских поселений, потому что в большей степени это я о городе думал, когда инициативу делал, да, но она так, так как она распространяется по всем населенным пунктам, естественно, как бы очень негативное воздействие было со стороны сельско-сельчан, которые говорили о том, что это зачем, вы в городе сами решаете, зачем вы там на нас накидываете, потому что лошади-то и так, и так, коровы гуляют по деревням, по селам, там, это, естественно, как бы их среда, как бы получается, да. Но, тем не менее, по собакам я считаю, что в будущем требование будет усиливаться, как и во всех, во всех цивилизованных странах. Первое. Должна быть административное воздействие, это однозначно. Второе. В свое время Савдана Владимировна говорила о введении налога на домашних животных. Я думаю, что мы к этому придем. Это в рамках полномочий муниципалитета? Это в рамках полномочий муниципалитета, я думаю, что это будет... Субъект. Да, это будет субъект, будет, скорее всего, решать, и мы обязательно, скорее всего, этот вопрос поднимем. Почему? Потому что при территориальном развитии города Якубского, всех населенных пунктов, обязательно, согласно, опять-таки, закону о ответственном обращении с животными, должна быть территория в углу этих собак. Как вы знаете, у нас таких территорий практически нет. Все хозяйские собаки, ну, то есть имеется в виду хозяева, они гуляют собаками где? На детских площадках, на улице. Где попало? На парке, в парке, в площадях там и так далее. Где попало, и, соответственно, они... И они не убирают? Они не убирают, да, за собой. Соответственно, вот этот вот налог, который появится для домашних животных, он будет окрашен и селевым образом будет направлен на содержание вот таких вот, ну, организацию таких вот мест для в углу. К местам в углу тоже, кстати, есть требования, как они должны содержаться. Огороженные? Да, огороженные, там у них там щебенка закрыта должно быть, там обязательно место должно быть для того, чтобы фекалии собирать, там выбирать и так далее. Ну, соответственно, к ним тоже будут требования. И следующий шаг, скорее всего, опять-таки, я не пугаю горожан, да, следующий шаг будет таким образом, что если у нас появляются такие места, да, вот, допустим, стоит МКД, где-то там, в каком-то районе, в округе должно быть такое место в углу, да, официальное место в углу. Как только такое место появляется, собаки должны с хозяевами отдыхать, гулять только там, то есть они могут быть... Ну, то есть вам созданы условия, соблюдайте. Соблюдайте, короче, если вы не соблюли, вышли на сторону, и там что-то сделали такое плохое, да, соответственно, вас имеет право остановить и наложить штраф. То есть, соответственно, такие требования будут усиливаться. А потом, следующим шагом, скорее всего, будет так, что в местах, где таких площадок нету, да, вполне возможно, что какой-то дом будет запрещено иметь домашних животных. Павел Владимирович, а не боитесь того, что, опять же, ваш избиратель, наши с вами сограждане, соугорожане, они скажут, вот, людям условия не создаете, а тут начали думать о каких-то животных. Для того, чтобы создать комфортную городскую среду, не только надо делать парки, да, надо создавать такие условия, чтобы наши дети, ну, наши вот жители, да, не ходили по фекалиям собак. Мы должны сделать так, чтобы все было экологически чисто. А собаки, которые безнадзорно бегают, собаки, которые гуляют, пусть даже с хозяевами, которые там писают везде, короче, да, там, какают везде, это, в принципе, они создают достаточно плохую комфортную среду. Поэтому фронт работы для того, чтобы создать комфортную среду, она должна быть обширная, то есть не только там общественное пространство, там, да, дороги, там, да, водоотведение, там и так далее, она должна в части, экологической части обращения животных, она тоже должна быть. Поэтому для рожания, я думаю, меня поймут, очень часто спрашивают, спрашивают и до сих пор спрашивают, почему очень сильное обращение идет именно на домашних животных, почему, допустим, даже есть сравнение же, говорят, там, наши дети, ну, мы своим детям в школе даем питание, там, 81 рубль, да, а содержание одной собаки в приюте, там, почти 120 рублей. Почему так происходит? Почему детей мы кормим, ну, по рублю меньше, чем собак, ну, содержание этих собак? Ну, я хочу сказать, что, во-первых, мы с каждым годом должны сокращать количество этих безнадзорных животных, то есть мы, это наша задача, общая задача нашего общества, чтобы сокращать этих безнадзорных животных, чтобы меньше финансировать. Вот самое главное, это в этом стоит задача. То есть, если мы нормально будем все вместе работать, то есть не только там, а, там, пусть город сам решает, да, а вот каждый, каждый сам будет участвовать, принимать участие в этом процессе, не будет выкидывать собак, не будет просто там, чтобы они там размножались, там, да, не будут там кормить с улицы, там, и так далее, да, эти процессы, когда мы уменьшим, естественно, их меньше станет. И, соответственно, как бы у нас проблемы, это будет уменьшаться. На самом деле, люди вообще страшные, страшные существа, они прикармливают даже, даже медведей на дорогах, да? Ну, есть такие моменты, да. Ну, а дальше мы смотрим, вот, что наша невестка из, по-моему, из Нигерии, да, РУТТ, которая писала в соцсетях, очень эмоционально, о том, что мы, да, реально ходим по какашкам, ходим по бычкам и все прочее. Ну, соответственно, надо повышать общую культуру проживания в городе. Это однозначно, да. Общую культуру. И одним из таких замечательных методов являются такие общественные места, ну, как вот этот сквер, да, ну, здесь тоже есть нарекания, потому что здесь и плитка как-то странно положена, и в целом, если помните, вот года три тому назад, во время кампании в Гордуму, здесь летом было красиво, там, были концерты, по-моему, вы там тоже выступали, да? Да, 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 да. Я предлагал здесь какие-то вот элементы послевоенного такого бытия привнести и так далее. Вот с этих домов люди могли бы приходить здесь, если какие-то акции устраивались, то есть какие-то концерты. Согласен, безусловно, это 100%. В 2019 году я настаивал на том, чтобы здесь мы организовали конкурс и отдали предпринимателю с определенным требованием, да, то, чтобы организовать здесь досуг, там, да, для старшего поколения, там, и так далее. Потом, ну, как вы знаете, у нас конкурс не состоялся в 2019 году, время было упущено, потом в 2020 году у нас началась пандемия, там, и так далее. Но в этом году, в этом году до конца мая управа города Сайсарского округа, они уже взяли под контроль, будет объявлен, ну, конкурс уже состоится, я думаю, здесь появится определенный, как бы, предприниматель, который займется вот этими досуговыми делами. Здесь, вот именно здесь. Это первый момент. Второй момент. 26 апреля у нас запущено электронное голосование по благоустройству, да, озера Сайсара и сквера матери. Все в округе будет обустроено. Я думаю, что мы обязательно победим. Почему? Потому что выгода приобретателей среди населения намного больше. Если даже все вот эти вот, смотрите, общественные пространства, то сквер матери и озеро Сайсара, она намного преобладает по выгодоприобретателям, именно как жителям города Якутска, да, поэтому обязательно выиграем. И, соответственно, вот все будет уже здесь преобразовано, чтобы люди могли и спортом заниматься, и отдыхать, и, соответственно, как бы досуговые моменты тоже здесь учтем. Я думаю, это будущее обязательно произойдет. Недавно, ну, новостные паблики были, была информация, то, что РИА, по-моему, на ДСК запускает очень большой строительный кластер, вернее, строительство большого квартала с рекордным количеством квадратных метров, которое будет возведено. А или вы по Сайсарам не доработали, или что? Почему в Сайсарах вот такого проекта мы не слышим? Нет, ну, во-первых, по Сайсарскому округу у нас довольно хорошо развивается за вашей спиной даже, да, договора ДРЗТ, развитие застроенных территорий. Это, во-первых. Во-вторых, у нас очень много аварийного жилья, соответственно, идут по программе аварийного жилья. Это некоммерческое. Да, это некоммерческое, да. Во-вторых. А в-третьих, там то, что, ну, я, по крайней мере, то, что я знаю, да, там, в принципе, есть подготовленные участки, которые, ну, меньше всего надо будет переселять, соответственно, у них дешевле будут строить там и так далее. Поэтому там это чисто камерский проект. Но там же нет инфраструктуры. Вот на одну инфраструктуру там порядка миллиарда планируется. Ну, инфраструктура так таковая. Там действительно сложная, но, тем не менее, для того, чтобы развивать тот район, я думаю, это нормальный проект. Ничего страшного в этом я не вижу. То есть вот этот вот ваш вектор развития в ту сторону, он соблюдается? Да, он соблюдается, это нормально. Если вот в целом по городу говорить, то у нас на выходе указ о социально-экономическом развитии города Якутска, который мы обсуждали там очень долго с администрацией города Якутска и с правительством республики. Указ не был принят. Почему? Потому что были определенные замечания со стороны правительства республики. Сейчас она подтачивается. Ну, я думаю, что мы в ближайшее время этот указ увидим. Там мы, в Сайсарах, по Сайсарскому округу, по автодорожному округу я постарался включить максимальные пункты, которые, ну, в принципе, соглашается администрация и правительство республики, да? И третий момент, это мы предлагаем внести изменения. Точнее, даже, может быть, даже не внести изменения, а в целом поменять закон о столичных функциях. Есть такой закон, по которому мы примерно сейчас по году получаем примерно, там, 380-360 миллионов рублей. Мы хотим увеличить, ну, планируем увеличить до 900 с лишним миллионов рублей. Соответственно, эти деньги будут направлены на освещение, там, да? На водоотведение, там, прочее, так далее, так далее. И вот два эпохальных момента, которые я считаю, что все-таки как народный депутат и как представитель инженерной среды, да, мы добились. Это первое, это схема газификации. Первый этап уже сделан, второй этап уже завершится в этом году. И мы где-то летом уже утвердим программу газификации города Якутска, где конкретно будет указан каждый дом, каждый адрес будет указан, когда он будет газифицирован. Не дожидаясь этой программы, мы, допустим, уже получили 47 миллионов рублей на это дело. И на следующий год мы планируем увеличить до 100 миллионов рублей. В принципе, и руководство города Якутска, и правительство в этом плане, они солидарны. Дефицит газа надо устранять. И мы надеемся, что 100 миллионов рублей мы обязательно в следующем году получим на эти направления. Потом второй эпохальный момент, который, опять-таки, считаю, что мы добились совместно с администрацией города Якутска, это проектированная схема водоотведения. Это очень большая работа. Это еще в прошлом году была начата. Это работа мы... Очень давно, на самом деле. На самом деле, такой схемы нет в городе Якутске. К сожалению, это во-первых. Во-вторых, очень долго обсуждали, как это все должно выглядеть. И моя позиция была какая-то, что мы должны сначала сделать схемы водоотведения. То есть мы должны понять, как вода должна уходить, с какого квартала куда должна уходить. Естественно, это понятно, что это каскадная система должна быть. Но на как она будет квартальная, будет разбита. Соответственно, мы договорились, и 13 миллионов рублей, они заложены именно на проектирование системы водоотведения города Якутска. И когда у нас такая схема появится, у нас самое главное, что мы получим, мы получим схему, и все вот эти квартальные застройки, все, кто проектирует улицы, они должны будут получать технические условия у города Якутска для организации системы водоотведения, общей системы водоотведения. К сожалению, на данный момент никто, кто сейчас проектирует дороги, кто сейчас застраивает территории, у них нет технических условий на водоотведение. То есть они водоотведение делают так, как они посчитают нужным. Короче, на АТИБИС. Примерно. Да, примерно. Вот захотели так, будет так. Должно быть водоотведение? Ну давайте сделаем по минимуму. Да, и некоторые даже водоотведение должны делать, потому что нет такого требования. А когда схема появится, у нас схема появится уже требование технических условий, мы, соответственно, начнем налаживать общую систему, и когда у нас общая система будет понятна, мы, естественно, определим эксплуатанта, кто будет эксплуатировать эту систему. Соответственно, у нас появится программа развития системы водоотведения, ливневой системы. Как только программа появится, у нас появятся источники. Это источник будет городской бюджет, источник у нас будет республиканский бюджет. И хотелось бы немного огорчить наших жителей, каждый будет платить тариф. Хотелось бы немного огорчить наших жителей, каждый будет платить тариф. В смысле, за водоотведение? Естественно, да. То есть, если у тебя есть площадь, которой ты занимаешь, и ливневая вода уходит в свою площадь, то в зависимости от площади, там будет определенный тариф. Конечно, он небольшой будет, но все равно тариф будет. И, соответственно, этот тариф нам позволит также, и бюджетирование муниципальной республиканской, нам позволит быстро решать вопросы по вывозу снега и так далее. То есть, это тоже будет один из методов увеличения финансирования в части вывоза снега с территории города Якутска. Смотрите, наверное, будучи в теме, сложно не реагировать, вернее, сложно не реагировать раздраженно на критику со стороны некоторых диванных экспертов, которые, как только речь заходит о неких венецах новых и так далее, вот делали бы ливневку, там наворовали и так далее, и так далее. А объективные причины какие вообще вот всей этой отсутствии, всей вот этой инфраструктуры, которая в нормальных городах, это нормальное явление? Ну, я не знаю, но вот тот же Якутска-Достроя, он же занимается выпариванием лотков. Значит, она есть, значит, она была, значит, с ней что-то случилось. Если вы подойдете Якутска-Достроя и спросите источники этих работ, то они скажут, что это просто содержание дорог. То есть, у них на балансе нет никакой системы водоотведения. Нету на балансе. То есть, мы сейчас даже вот при всем желании, город Якутск не может выделить средства на водоотведение, потому что так, таковой, такого объекта нету. То есть, вот допустим, сети нету, да. То есть, это все равно, чтобы, вот есть же там понятие у нас у газовиков, да, вот по распредсетям там и так далее, бесхоз, да, бесхозяйские сети. Мы хотя бы знаем эти бесхозяйские сети, мы примерно понимаем, и город это понимает в список, да, и мы над этим работаем. И, соответственно, мы получаем определенный тариф на содержание этих сетей, да. То есть, и те сети, которые на балансе, мы уже целевым образом их тратим чисто на содержание этих газовых сетей. Вот то же самое должно быть и по ливневой системе. Вот есть водоканал, да. У водоканала есть конкретный, есть коллектор, да. Есть канализационная система, которая имеет метраж, имеет диаметр, имеет срок эксплуатации. И состоит на балансе. Состоит на балансе, и они получают определенный тариф, каждый платит за это, да, и они за эти средства содержат этот коллектор. То есть, там нормальная работа ведется. То же самое должно быть и по ливневой системе. То есть, должна быть система, которая постоянно обновляется, постоянно ремонтируется. И, соответственно, у нас горожане должны там бегать там с помпами, там и так далее, да. Каждый дом, каждая площадь, она должна бить организованный вывод воды. Жидкости, точнее. Как представитель инженерной среды, да, как представитель ресурсоснабжающей организации, да, возможно, но которая не конкретно поставками бытового газа занимается, да. Но, по секрету, сильно ли плакало руководство ресурсоснабжающей организации, которая, ну, вашей компании, да, когда товарищ Владимир Владимирович определил вектор о том, что... По бесплатизации и подключению? Да, по бесплатизации и подключению. Ну, на самом деле... Где подвох будет, ну, не знаю, инсайдерского, возможно, самостоятельства. Я вам скажу так. В свете ваших слов о газификации, да, возможно, пересекается. Я вам скажу так. Работа перед тем, как вот это послание появилось, да, именно пункт по газификации, да, работа шла очень большая со стороны Минэнерго Российской Федерации. Они почти два года готовились к тому, чтобы как решить, ускорить процесс газификации регионов, населенных пунктов, там и так далее. Газпром в прошлом году заявил о том, что для того, чтобы решить, максимально решить, увеличить коэффициент газификации нашей России, им необходимо 1,9 триллионов рублей. 1,9 триллионов. А бюджет России какой? 19 триллионов, да? Ну, 20 триллионов, да. 10 процентов годовой бюджета. Да. То, соответственно, такую сумму, естественно, как бы, это нереально, да, чтобы сразу выложить. Начали рассматривать вопросы по налоговым льготам для Газпрома, для того, чтобы он компенсировал те затраты, которые он будет нести, там и так далее, да. Потом у нас по всей России действует постановление 1314, да, по техническому присоединению. И люди сейчас платят по техническому присоединению за то, что они подключаются от сетей ресурсоснабляющего предприятия, да, если нету технических проблем подключения. Что такое техническая проблема? Во-первых, это отсутствие газопровода, естественно, это техническая проблема, да. Второе, это у нас дефицит газа. И в послании, после послания уже начали комментарии говорить, там, и Новых начал говорить, там, и, в принципе, и Единая Россия уже законодательную инициативу, она уже направила, да, в Государственную Думу. Речь идет о бесплатном подключении газовым сетям ресурсоснабляющих предприятий, если там нет технических проблем. То есть, если дефицит газа там имеется, то мы не можем бесплатно подключить данного гражданина. Если там газопровод есть и, соответственно, нету никаких проблем подключить нового потребителя, то, естественно, он пишет заявление о ресурсоснабляющих предприятиях, и мы должны уже по этому закону обязаны будем бесплатно газифицировать. Естественно, у нас появятся убытки. У любых ресурсоснабляющих предприятий при бесплатизации появляются убытки, потому что металл, вы знаете, сколько стоит труба, да. Вообще скакнулась жизнь. Да, земляные работы, там, да, сварочные работы, исполнительная документация, там, то, все, третье, десятое, да, и так далее. Естественно, затраты будут. И мы сейчас совместно с правительством, республики, законодательным органом, мы должны решить вопрос, какой будет механизм компенсации этих затрат. Естественно, я считаю, что я уверен, что мы должны обратиться в том числе и к федеральным органам для того, чтобы мы получили какие-то субсидии для решения данной проблемы. Ну, то есть данной ситуации. И я думаю, что вот я уверен, что федеральные органы будут поддерживать регионы, по крайней мере, Дальний Восток. А потом программа газификации. И города, и республика, она не отменяется. Она обязательно должна быть. Почему? Потому что бесплатизация говорит только о том, что когда газы есть, сети есть. Но сети новые мы должны строить. Сети новые ресурсооснабжающие предприятия не имеют права строить. Потому что мы не имеем права за счет вашего тарифа строить новые газопроводы. Новые газопроводы имеют право строить только муниципалитет и регион за счет своих источников. Естественно, эти источники мы будем искать. И очень надеюсь, что после послания Владимира Владимировича Путина и наше правительство, и федеральные органы власти, они обязательно будут финансировать строительство новых объектов. Ну, подключение новых... Развитие инструктуры. Да, развитие инструктуры. Это на самом деле очень колоссальное движение будет. И я уверен, что мы больше населенных пунктов, больше улиц будем подключать к газовым сетям. Это нормально. Ну, все-таки, опять же, в инженерную среду глядя, как житель частного сектора, не могу не сказать, что слабо развита конкурентная среда в части поставки и обслуживания вот того же газового оборудования, да? Недавнего... Ну, я сказал бы, что конкурентная среда есть. Но она все равно слабо развита. Иначе, чем объяснить вот недавний совершенно эксцесс с тем, что некий житель пожаловался на то, что... Его не отпускают... Его не отпускают на техобслуживание. Нет, на самом деле... И высылся на из пальца, да? Да, я думаю, что это на самом деле никаких проблем по расстаряжению договора и так далее нет. И, в принципе, Сахатранстептигаз, УГРС, они же тоже ответ дали, да, что, в принципе, они не препятствуют отключению. Тут момент какой. Обслуживание газового оборудования, котлов там, да, есть особенность подчеркивать, да, то это конкурентная среда, то есть она в тарифе не учтена. Соответственно, Сахатранстептигаз, как ответственное предприятие, да, мы занимаемся услуживанием котлов и в периферии, и в сельской местности в том числе. Город Якулс... Иногда в ущерб себе, да? Да, естественно, да. Потому что там, сами понимаете, там, содержать людей и так далее, это дорогого стоит, да, запчасти там закупать и так далее, чтобы оперативно менять при отказе газового оборудования. И, соответственно, у нас вот город Якулс, он конкурентная среда. То есть здесь в шаговой доступности, здесь частникам очень легко работается. Поэтому некоторые даже имеют по 2,5-3 тысячи абонентов, которых они обслуживают. Они оперативно здесь работают, но они не уходят в периферию. И, естественно, Сахатранстептигаз с большими своими накладными, да, там у нас и колл-договор там такой довольно серьезный, да, чтобы обеспечивать социальную направленность наших работников, ну, обеспечивать социальную часть, да. Поэтому мы здесь очень тяжело конкурируем с частным бизнесом, которых там мало, они мобильные, они быстро там принимают решения, ну, а у нас чуть-чуть посложнее, там, чуть-чуть там помедленнее, да. Но, тем не менее, Сахатранстептигаз, УГРС, наше подразделение, она является одной из классических таких газовых направлений, газовый север, да. И многие наши отраслевые, как бы, региональные коллеги, они тоже подчеркивают, что Сахатранстептигаз, УГРС именно, да, она классически подходит и тем самым она обеспечивает реальную безопасность в газовой, как бы, газификации по городу Якутску и по сельских поселениях. За счет нашей классики мы сохранили все вот эти вот моменты по обслуживанию, по диагностированию, да, по выявлению там проблемных там участков там и так далее, и так далее. В других регионах этого очень слабо, на самом деле, разве. Они давно отпустили участников, и, соответственно, там через тьмы периодически уже появляется там взрыв там, взрыв тут там, да, там и так далее. Ну, бывают такие. Не, абсолютно с вами согласен, я сам, поскольку сталкивался с культурой производства Сахатранстептигаза, да, и скажу, что она на очень хорошем уровне, скажем так, докризисном, да, и поэтому еще раз вот эту критику я склонен, ну, в рамках только троллинга, такого дружеского, адрес народного депутата предъявить. Давайте вернемся все-таки к нашим благоустройствам, к нашим собакам и прочим. Павел Леонидович, давайте вот краткий блиц-рецепты. Вот с этим что делать? С камышами? Ну, в рамках благоустройства, я думаю, мы обязательно должны будем смотреть одно углубительное работа озера Сайсара, чтобы у нас там камышового не было, да, мы должны чистить озеро. А потом вы прекрасно знаете, что есть такое понятие горканал, да, мы все-таки должны добиться того, чтобы мы сделали Сайсару, да, функционировал, чтобы он сообщался между собой, чтобы у нас постоянно была вода, чтобы она менялась, обновлялась, да, это первое. Второе, это, естественно, надо будут камыши каким-то образом с администрацией отработать так, чтобы их почистить от мусора, от всякого шлама, там, и так далее. Это определенное тоже финансирование необходимо. И третий момент, это, конечно же, благоустройство. То есть мы должны обязательно благоустроить таким образом, чтобы здесь комфортно было бы отдыхать. Вот такие моменты. Ну, эти задачи есть, эти, как бы, никто здесь не делает вид, что этого нету, это мы не видим, в принципе, администрация знает, и депутаты над этим работают, поэтому дальше будем продолжать. Не так быстро, конечно, но будем двигаться. Хорошо, Павел Леонидович сразу просил, что это не в парламентском стиле должно звучать, а, ну, как быстрые ответы. Иду я, значит, по тротуару вдоль вот этой улицы Лермонтова, да, и периодически спотыкаюсь. Почему у нас такой водорастворимый асфальт? Нет, ну, я согласен, что немножко не в вашей сфере, да? Ну, как народный депутат, как представитель интересов, я не хочу ломать ходовку. Никто не хочет ломать ходовку. Почему такой водорастворимый асфальт везде по городу Якутску? Ваше мнение просто. Нет, ну, во-первых, да, кратко, это, конечно, надо будет... Климатически уже. Ну, климатически, это само собой, тут я не буду повторяться. Я считаю, что все-таки мы должны очень внимательно требовать качества исполнения производства работ при ремонтных и при реконструкциях. То есть мы должны... От подрядчиков? Да, от подрядчиков очень многое зависит, да, от подрядчиков. В принципе, сейчас финансирование есть, и задача города – это требовать, чтобы качество было. Вот я думаю, это будет самый такой важный момент. Ну, и, естественно, как бы третий момент – это новейшие технологии, которые сейчас появляются, да? Их надо будет, конечно, мониторить и внедрять. Просто я к чему? Я в Южной Якутии сталкивался с дорожными работами, да? Вот там, ну, не знаю, там очень много техники, там вот эту асфальтовую смесь щупом специально температуру мерить, не дай бог, отклонения какие-то там и так далее. То есть это требование... Ну, и сезонность обязательно надо соблюдать в строительстве. У нас бывают же моменты, когда там вроде температура уже отрицательная, да, но так как у нас контракт... Снег валит! Да, контракт есть, и люди пытаются... Успевают, и получается... Да, ну... Получается, не ах, но... Да, я думаю... Улица Чайковского тому пример хороший, да? Дальше идем, к собачкам возвращаемся. Наверное, вот как горожанин, как отец тоже заметили, что вот собаки, которые, ну, ходят сами по себе, да, выпущенные из пункта временного содержания, они стали потише. То есть они не такие вот такие, они какие-то расслабленные стали, там... Вот эти чипированные, да? Да, чипированные. Ну, не чипированные, а сбирками. Сбирками. Они стали расслабленнее. Но все-таки как, думаете, инстинкты-то у них сохранились или нет? Ну, все... Они же кастрированные, я так понимаю. Ну, да, все, кто, по крайней мере, специалисты, они утверждают, что после стерилизации и вакцинации собаки становятся менее агрессивными. Ну, я, как бы, честно скажу, я несколько раз пробовал подходить там... Раздорить. Да, да, ну, действительно, я могу подтвердить, что они действительно становятся очень мягкими, довольно такими неагрессивными. Еще раз повторяю, что агрессивными собаками являются в основном хозяйские собаки. Они очень агрессивные, да, у них определенную... есть характер там, который позволяет им переступать в тот барьер и нападать на человека. Замечательно постояли, померзли, да, Павелись? Ну, свежо все-таки, но, как говорится, сегодня 30 апреля, да, еще не май месяц, но как бы свежо. Я вот даже утеплился, потому что, ну, часто стоять на берегах священного озера Сайсара, это удовольствие то еще, да? Вот смотрите, создали же где-то в соседнем регионе Министерство счастья, так называемое, да, по-моему? Магадане, по-моему, да? Камчатка, по-моему. Или Камчатка. Солодов наш. Да, Владимир Солодов, по-моему, да, создал министерство. Вот тоже в режиме экспресс-ответа советы, пожелания нашим горожанам, чтобы, ну, их счастья стало больше. Я бы посоветовал нашим горожанам больше обращать внимание на своих близких, естественно, как бы принимать вещи таковыми, какие они есть, и постараться исправлять вокруг себя то, что возможно каждому. То есть у нас очень много моментов есть, когда мы там обсуждаем Сирию, там, Украину, там, да, Москву, там, и так далее, Америку, там, и так далее, и пытаемся отойти от текущих проблем, которые, ну, ситуации, которые у нас есть. Поэтому больше работайте над собой, больше работайте над тем, что вас окружает, и, естественно, помогайте друг другу. Вот это самый главный момент. А счастье, она всегда рядом. То есть она не где-то там, где-то в другом регионе или там где-нибудь, она всегда рядом. Ее надо просто уметь видеть и, естественно, уметь уважать то, что вы имеете. Я скажу по реальностью, счастье же оно наше, ничего не будет, да, не вот так вот отрезаемое, а наше. От нас самих зависит. Поэтому я бы, как бы много критических точек не было вокруг развития столицы республики, да, все-таки к столетию образования республики, да и не только по случаю какой-то даты. Вообще в каждой повседневной жизни, в принципе, если каждый из нас, каждый из горожан будет делать что-то, что от него зависит, допустим, ну, вывести снег вовремя, да, и не затопить соседа, это в частном секторе, и выкинуть бычок в вурну, а не мимо, да, убрать за собакой какашку, они, ну, ладно, никто не заметил, и ладно, да, то я думаю, ну, и обувь наша будет чище, и вот эти все трюки, которые, ну, как говорят, залезают американцы на кровати, и у них абсолютно... Надо почаще позитивных позиций принимать. Да, вот чем мне нравится данный товарищ народный депутат, я поддержу наших знакомых, там, Сарелла, Валеру Прибылых и многих других, да, у них говорят, вот человек на позитиве, по крайней мере, у них есть, иногда, говорит, сам себе смеется, но это, говорит, исправимо. Да, человек на позитиве, я очень рад, что первым моим собеседником в рамках видения развития города со стороны законодателей, исполнительной власти, там, и так далее, ну, помимо исполняющего обязанностей мира стал вот Павел Ильянович Ксенофонт. Махтаб. Да, и ровно через неделю мы продолжим, продолжим цикл наших программ «Горожане», которая посвящена, еще раз говорю, нашему любимому городу, кстати, с наступившими уже праздниками, у нас программа выйдет, как раз праздничные каникулы, все-таки, каковы бы ни были ограничительные меры, солнце засияет когда-нибудь ярче. Увидимся. Махтаб. Махтаб.